Посмотрите, это пара геев, у них брачный период. Карен, Карен, у тебя личная жизнь есть? Петушня. Я не сгораю от стаза за то, что я занимаюсь сексом иногда. Всем привет! Сегодня мы перестали снимать в студию, но мы снова снимаем в баре. В баре утром, где мы даже не можем выпить. И сегодня в баре мы разговариваем с Кареном Шейняном, который запустил YouTube-шоу Straight Talk with Gay People. Мы собираемся обсудить, собственно, не только шоу Карена, а в принципе, жизнь открытых геев России. Историю про... Потрясающую историю про детей, которыми торгуют люди, которые заводят детей от суррогатных матерей. Ну, в общем, много актуального, увлекательного контента. Карен, знаете, вы задолбал этот вопрос, но расскажи, пожалуйста, как ты начал свое YouTube-шоу, почему зарубежные звезды, как вообще вся эта история скрутилась? Я был в горах. Да? В Перу. В Перу. Да, в Перу. Ходил по горам. Там мало кислорода. Вообще. 4,750 мы поднимались очень высоко. И там я придумал эту штуку. Ну, я просто думал, чем я буду заниматься дальше. В какой-то момент логически закончилось то, что я делал до этого. И я придумал себе новую работу. И придумал вот эту. Я понял в какой-то момент, я очень мало чего знаю про YouTube до сих пор. К сожалению, я стараюсь как-то смотреть. Не поверишь, мы тоже. Нет. Я в этом не вижу ничего хорошего. Многие кичатся, говорят, ой, это YouTube, я там ничего не понимаю, что эти дети делают. Я с восхищением наблюдаю, что делают эти дети. Согласна. И я, конечно, чувствую, что я немножко рассыпал песок вокруг себя, пока бежал за этим поездом. Потому что, ну, как бы мне следовало бы начать там лет на 15 раньше это дело. Но так или иначе, я из того, что я знал про YouTube, я понимал, что мне очень не хватает такого канала, где с людьми разговаривали бы не как с экзотическим ЛГБТ-животным, посмотрите, такой, знаешь, реально как в мире животных. Дроздов. Дроздов. Посмотрите, это пара геев, у них брачный период. Да, абсолютно. Просто обычно, если в YouTube приходил кто-нибудь, какой-нибудь не совсем гетеронормативной ориентации, это уже само по себе было инфоповодом и чем-то захватывающим. Мне хотелось, поскольку у всего этого цель, помимо развлекательной, есть еще немножко такая просветительская, мне хотелось, чтобы появился хотя бы один канал, где с человеком разговаривать бы совершенно спокойно, без смены тембра голоса, когда заходит речь о личной жизни. Ну, ты же спрашиваешь у гетеросексуального гостя, девушки или парня, типа, как устроена его личная жизнь или ее. С нами же, в общем, можно разговаривать тоже, как с людьми. Ну, в принципе. Без этого понижай голос. Карен, Карен, а у тебя личная жизнь есть? Нет, в смысле, а она у тебя... Ну, нормальная, реальная. А как вообще? Ага. А что, а ты пас, а? Вот. А с другой стороны, почему это должны быть иностранцы, потому что мне хотелось, чтобы во главе угла была, блин, опять же не ориентация человека, а то, чем он интересен по-настоящему. То, что он делает, что он пишет, что он снимает, что он играет и так далее. С одной стороны, это для того, чтобы гетеросексуальные люди, которые смотрят канал, были заинтересованы, потому что, ну, как бы, мало кто интересуется просто обычной какой-нибудь девушкой-лесбиянкой, но зато все смотрели «Секс в большом городе», и всем интересно про Рыжую, Миранду. А у нее же есть космическая история ее личная. Да, да, да. И про детей, и про ее жену. Тогда, привлекая зрителей этим, ты можешь дальше уже ему как-то донести, что ЛГБТ человек, он, собственно, ничем не отличается от гетеронормативного человека. Что он человек? Нет, ну, как бы, что люди, это уж, как бы, вроде мы договорились, и это не надо объяснять, но что это так, как бы, человек с примерно так близкой тебе системой ценностей, и часто с таким же спокойным образом жизни, что и у тебя, что это не какой-то там экзотический заказник, в котором существуют какие-то потрясающие, удивительные, пернатые, которые 24 часа и 365 дней только на гей-парадах, там, голые сношаются. Нет, это нормальные люди, которые живут, ну, часто очень, часто это вообще неприемлюще все, что связано с гей-культурой. Например, вот мы тут позавчера снимали Владимира Владимировича Познера. Вот, у меня был заготовлен этот вопрос, конечно же. Просто моя идея была привести Познера, и чтобы он провел у меня на канале круглый стол с транс-персонами. Вот, и, короче, моя-то идея была, чтобы широкая аудитория, которая смотрит Познера, увидела в лицо транс-людей, потому что если стигматизируют нас, то их стигматизируют вообще прям по полной программе. Трансфобия в России сильно больше, чем гомофобия, а гомофобия тоже не слабая. Вот, и, короче, идея моя была в том, что если мы сейчас покажем широкой аудитории Владимира Владимировича Познера транс-людей лицом, то, может быть, это немножечко сдвинет куда-то в сторону нормализации и принятия. Так вот эти транс-люди, они хоть как бы и транс-люди, и они как бы четвертая буква в ЛГБТ-акрониме, они в огромном большинстве стараются и хотят искренне вести образ жизни более чем как бы такого нормативного человека. Просто тихая семейная счастливая жизнь с работой любимым, мужем или женой, детьми. Вот это все, что там как бы лично мне нравится. Я люблю все, что связано с гей-культурой. Мне кажется, это классная, веселая, супер какая-то счастливая поп-культура. Парады, клубы, бары, весь поп-арт, который делают геи. Это все мне ужасно симпатично. Им нет. Им вот это все вообще, ну как бы... Ну слушай, транс-персоны при этом же могут и не относиться никак к гей-культуре. Именно. Да, их не бинарные связаны в первую очередь все-таки с другим. И они могут совершенно не интересоваться этой историей. Более того, они могут быть вполне бинарными. Многие люди, сделавшие переход, хотят как страшный сон забыть все, что было связано до перехода и с моментом перехода. Теперь они себя считают абсолютно полноценными, нормальными мужчинами или женщинами и отстраиваются максимально от этой ЛГБТ и эстетики, и комьюнити, и так далее. В чем тоже есть отдельная проблема. Потому что, как бы, таким образом мы далеко-то не продвинемся с... Ну да, это как разобщенная позиция в России. Пока позиция не объединится, как бы ее и не случится. И пока все из ЛГБТ к плюс еще какие-то буквы будут действовать, каждый за свою букву и как бы ратовать за свои права. Хотя казалось бы, квир-сообщество, Антон, в любом случае квир-сообщество. Ну да, но вот конкретно транс-люди, они не хотят быть квир. Они хотят быть очень гетеронормативными. Был не того гендера, какого хотел, стал этого гендера. И все это в прошлом. Я теперь просто нормальная женщина, думает этот человек. Тебе кажется, ну правильно-неправильно здесь не совсем корректная категория. Я считаю, что они имеют полное на это право. Ну так, а в таком случае смотри. Они имеют на это право, они не хотят бороться за какие-то там права, выступать как ЛГБТ-активисты, это же тоже нормальная история. Абсолютно. А почему все должны бежать на баррикады? Я, честно говоря, тоже никогда не хотел быть активистом. Вообще. И сейчас не хочу. Я хочу делать какие-то интересные, развлекательные, какие-то осмысленные вещи. Но и политическая борьба, это в общем не то, в чем я силен. И не то, чем я бы хотел заниматься. Слушай, у меня тогда тут вопрос. Я вспоминаю, мне кажется, в инстаграме. Ты рассказывал историю, что ты то ли отказывался от первого свидания, то ли от второго с человеком, который не делал coming out. Я подробно изучил мою историю. Конечно, конечно. Вот смотри, то есть человек не обязан бороться за права, не обязан в целом как-то позиционировать себя как ЛГБТ-активисты и в принципе заявлять о своей причастности. И в принципе не обязан, но вообще много чего не обязан. Тогда почему тебе кажется, что человек должен делать coming out? Не, опять же, вот плохой глагол должен. Вообще все, что должен, меня с первого класса вызывает некоторое отношение. Должен и придется. Два ужасных глагола. Да. Нет, мне просто очень хотелось бы. То есть мне кажется, что на определенном уровне саморефлексии человек подходит к той мысли, что без открытого существования невозможно полноценное существование. Ну потому что ты всегда будешь... Человеку важно любому человеку, нам рассказывает про это, экзистенциальный психоанализ, Франкл, ну прям много уже в 21 веке, более-менее психологическая внука разобралась с тем, что совершенно точно для счастья тебе нужно принятие. Тебе уже сама реализация и принятие. Это близкие довольные вещи, одно без другого невозможно. Да, правда. Вот. И быть до конца собой ты не можешь, когда такая большая часть твоей личности находится где-то там упакованной. Я с тобой согласна. Но проблема же в том, что мы все еще живем в России. Я знаю довольно много людей, которые, да, там им 40-45, даже около 50 лет, они небинарные в какой-то там разной сфере. Кто-то при этом может быть, например, мужчина, который любит женщин, но при этом ему нравится выглядеть как женщина, переодеваться и так далее. Эти люди, в первую очередь, не заявляют о себе, не рассказывают о себе, потому что просто боятся. Да. То есть история же в том, что я думаю, что если бы... Да, потому что я не знаю, но наверняка тебе тоже поступают и угрозы, и оскорбления. Ага. Я думаю, что неизбежно. Нет? Серьезно? Не, ну как? Ну выкатил Чечню. Ну понятно, там пришли. Что-то такое. Рассказали мне, как я... Где я должен именно гореть и как. Но это отдельные, отдельные, редкие очень моменты. Ну, Чечня просто было понятно, что мы это блаждаем. Но при этом, опять же, делюсь тем, как я изучил твой инстаграм, у тебя был пост о том, что ты крепкий, более-менее накачанный как парень, который в случае чего реально может сказать, иди сюда, я тебе сейчас объясню, что ты не прав. Очень много ребят не готовы это сделать. Ну как бы и девушек, и парней. И я не готов к полету. Ну да, понятно, это инстаграм-бровада. Людям реально же страшно в таких словах что-то о себе рассказывать. Да, да. И, конечно, это правильное замечание. Мне часто говорят, тебе легко говорить, ты тут сидишь в центре Москвы и всех призываешь куда-то выходить. Как это безответственно с твоей стороны, учитывая, что тебя читают не только здесь, а где-нибудь в небольшом городе человек может вдохновиться пойти, а его убьют. И что ты тогда вообще, как ты будешь спать? Я не имею в виду, ну то есть надо понимать, что сила моего воззвания, ее не надо преувеличивать. Она, конечно, это не приказ. Я не имею в виду, что типа все, кто сейчас вот не вышли из сумрака, все предатели из как бы… Нет, ну просто я имею в виду, что сначала выходят очевидным образом те, кто чувствует, что физической угрозы нет. У кого есть поддержка, близкие, родные, друзья. Или у кого эта жертва не будет цены жизни или здоровья. А я в первую очередь апеллирую к таким же людям, как я. И я их знаю очень много, которые, в общем, не будут убиты и которых даже с работы не уволят. И друзья, скорее всего, их не осудят. Уже знают. Я думаю, что уже многие знают. И родители уже понимают, что если к 36 годам чувак ни разу в жизни не предъявил ни одну свою подружку, что-то, наверное, не так. И тем не менее они сидят в ступоре все эти 36 лет и такие, боже мой, нет, нет, что же будет, что же будет. А ничего не будет, кроме того, что твои родители наконец-то обрадуются, что ты с ними искренен. А то так вы 20 лет молчали про это, а теперь, конечно, сможете поговорить. И на самом деле забавно, что это большая проблема еще и для глянцевого мира. Потому что, ну, в глянцевой журналистике огромное количество людей, в частности, преимущественно мужчин, которые скрывают свою ориентацию, тоже всегда довольно забавно. Потому что я периодически слушаю от своих коллег из разных изданий, что, ну, а как отреагируют рекламодатели. Я говорю, да господи, вы вообще видели какой-нибудь уже кампейн Гуччи или Луи Виттон или Прадо, где были бы только бинарные гетеросексуальные цисгендерные мужчины, которые рвут на себя и говорят, я люблю женщин, все. Это так смешно, почему люди боятся реально переступить через вот эту какую-то черту. Да, и пока они боятся, все остальные тоже никуда не шевелятся. Поэтому я адресуюсь, в первую очередь, к ним. Тут сразу перейду, понятно, что ты не хочешь быть ЛГБТ-активистом, но так или иначе, мне кажется, что твой фильм про торговлю детьми и про весь этот закон, связанный с суррогатом и материнством, это все равно активизм. Ну, это не фильм, это просто набор маленьких Zoom-интервью. Ну, слушай, почему? Потому что мы все охренели совершенно от этой новости, когда она появилась. И меня это тоже касается вполне, потому что… У тебя есть двое детей. У меня есть двое детей. И младший, например, был выношен суррогатной матерью, несмотря на то, что у него есть своя, настоящая. Но там как бы так получилось, что… По счастью, ее это не касается, но это все проходит в миллиметре. И когда мы говорим, что кого-то что-то не касается, это очень зыбкая история. Когда начали трактором нарушать уже границы приватности, права и гражданские свободы, там сегодня еще вроде это касается только евреев, а завтра уже не только евреев. Ну, мы знаем в истории все эти примеры. Ну да, вот этот вот анекдот, когда они пришли… Да, а потом как бы… И мне смешно, все такие думают, а что там сейчас вот наши поп-звезды, которые нарожали суррогатных детей, мужики… Нет, ну слушай, главный очевидный пример, мне кажется, никто это даже не скрывает, Филипп Киркоров очевидно подпадает под этот закон. Нет, не очевидно, тут же отвечают, что нет, потому что он в Америке своих детей сделал. А, соответственно, туда СК пока что не дотягивается. С третьей стороны… С третьей стороны вот так вот думать это довольно близоруко, что вот вроде в миллиметре прошло, значит норм. Но конкретно с большими звездами тут еще наслаивается наша старинная русская колониальная такая дремучая этика. У нас же все общество поделено на тех, кто как бы выключен из правового и вот этого не правового поля. Элита, которая считает, что у нее есть вот эта подушка безопасности. Что все эти законы и все это беззаконие, оно принимается не для них, а для вот как бы народа какого-то там где-то вот под ними внизу. Это тоже очень опасное мышление, которое я делал в свое время в диджитал проект про революцию. С Игорем же как раз. Да, с Михаилом Викторовичем мы делали эту штуку и там подробно можно проследить, к чему приходит такая элитаристская этика. Она в общем заканчивается всегда полной кровью и быстро все, кто там считали себя сильно неуязвимыми, оказались очень уязвимыми. Опять же, потом нам отшибли историческую память на протяжении 75 лет и люди реально как бы не понимают, что так нельзя себя не соотносить с реальностью. Просто как бы амнезия немножечко получилась на эту тему. Я хочу донести простую мысль, что этот закон и точнее этот процесс против одиноких отцов и против суррогатного материнства, он касается не только одиноких геев и вообще не только одиноких мужчин, что он в принципе касается всех. Потому что когда запускают руки в частную жизнь так глубоко и начинают на законодательном уровне, они же сейчас внесли изменения в приказ Минздрава, который раньше не запрещал, а просто умалчивал, что могут услугами суррогатных матерей пользоваться только семейные пары и одинокие женщины почему-то. Ну то есть женщины могут, а одинокие мужчины не могут. Причем там еще, по-моему, супружеские пары, только если у женщины действительно есть медицинские показания, да, что она не может? И именно потому что там никак не упоминались одинокие мужчины, в принципе это было не запрещено. Сейчас они как бы в связи с тем, что началось, увидели эту дырку и хотят запретить, чтобы там было прописано, что одинокие мужчины не имеют права. Это, естественно, противоречит Конституции, потому что нельзя сделать, согласно Конституции, нельзя сделать так, чтобы какой-то медицинской услугой могли пользоваться одни и не могли другие только потому, что у них разный пол. Мне еще очень сильно кажется, что исход всех этих дел зависит от того, насколько большой будет общественный резонанс. Ровно поэтому я снял эту штуку и я не планирую на этом останавливаться. Потому что если большинство людей будет понимать, что это речь не про отдельный геев, а про всех нас, про все общество, что здесь нарушаются просто человеческие права. И если эту мысль будут доносить какие-то большие, гораздо более крупные медийные личности, чем я, тогда может быть, ну, у нас есть примеры, когда гражданское общество поднималось такое, выходило и отстаивало что-нибудь или кого-нибудь, например, Ваню Голунова летом. Да, да, все было. Все это было и это реально. В России есть искренние гомофобы и в силовых структурах и в политической элите, но есть огромное количество тех, кто как бы смотрит на конъюнктуру и они в своей гомофобии исходят из того, что, ну, как бы мы-то понимаем, это просвещенная элита, но мы, с другой стороны, должны делать то, что будет понятно и нужно огромному большинству населения. Ну, это как, например, популизм, да. А население, да, популисты. А население, типа, оно хочет крови геев и лесбиян. Ну, в принципе, крови кого-нибудь в данный момент. Да, но оно не хочет. Прикол-то в том, что я абсолютно уверен, мы про это говорили со многими социологами, что вот это огромное большинство, оно по своей природе особо никогда не было гомофобным. И Россия, в отличие от огромного большинства западных стран, она исторически, традиционно толерантна. Толерантность – это как бы настоящая скрепа русского народа. Я тоже всегда об этом говорю, потому что, если мы посмотрим, феминизм у нас существует очень давно. Никакой истории просто, например, американские конденасты очень активно сейчас борются за равенство в контексте расы и нации. Ну, и понятно, что они коммуницируют с каждым конденастом в каждой стране об этом. Я всегда говорю о том, что я даже не могу себе представить картину, что, например, российский GQ приходит на стажировку или младшим редактором, темнокожий парень, парень из Средней Азии, татарин, армянин, грузин. Я говорю, нет, потому что ты не русский. И тут же, знаешь, такая, ммм, Софья Бронтвейн, сейчас будет расисткой. Ну, то есть у нас нет этой истории вообще абсолютной. Как тебе кажется, вот сейчас в твоем блоге более важная история – это интервью с такими однозначными телебами, за которыми приходят, или все-таки такие истории, как про Чечню, про детей, про законы, вот более такая активистская история? Да, и то, и другое. Более того, я придумал еще новую штуку, которую я начинаю потихоньку делать. Например, я съездил в Минск и снял там большой сюжет про местных людей, которые делают всякую альтернативную, интересную местную культуру, какую-то андеграундную жизнь, какой-нибудь документальный театр местный, или не документальный, но вот этот свободный европейский театр, когда они по скайпу с режиссером, которому пришлось уехать из-за преследований, какие-то местные художники, музыканты, чуваки, которые делают местную квир-вечеринку «Петушня». Не побоюсь этого слова. Да, ну там типа вот эта вся проапроприацию лагерного сленга. Такая противоречивая идея, многие у нее есть сторонники среди каких-то интеллектуалов, есть и противники, что мы должны вот эту всю лексику апроприировать и обезоруживать. Ну короче, вот эти все прекрасные белорусы произвели на меня огромное впечатление, это великие люди. Я сейчас монтирую что-то похожее уже наконец-то на фильм, громкое слово, что много экшена. Документальный фильм. Да, потому что помимо интервью там еще какой-то движ. А слушай, мне вообще, кстати, было интересно, ну вот как бы ты в России в узких, наверное, честно признаюсь, кругах был уже как-то известен до Ютуба. А тут, ну более-менее простой какой-то русский парень приходит к звездам зарубежным и говорит, «Знаете, я вот тут делаю Ютуб-канал, а давайте я у вас возьму интервью про все, на самом деле, про все, даже не про ориентацию». Как вот это случилось? Ну то есть, кто был первым человеком, который сказал тебе Ладжу? Каннингем. Каннингем. Он вообще любит Россию. Майкл Каннингем великий, американский писатель. Любит Россию и был здесь, и его хорошо очень издает Варя Горностаева на корпус. Когда Варя передала ему мое письмо, за что ее низкий поклон, быстро отреагировала, сказала, «Да, класс, это очень важно, ты придумал хорошую штуку, давай я тебе дам интервью». И мы съездили, сняли его, и потом мы поехали на фаера. Этого еще никто не видел, потому что мы там сняли Майкла Лукаса. Это такой порнограф. Да-да-да. И я побывал на сетапе, и я видел, как это снимается. Да, ну реально, ну как бы каждый, наверное, мальчик мечтал в какой-то момент в своих фантазиях оказаться по ту сторону экрана, где происходит все. И тут я оказываюсь, и смотрю на все это с шлютой. И подумал, боже, бойте своих желаний. Да, нет, сначала это все выглядело довольно как-то весело, интригующе, и прикольно. Ну прям, вот оно все 3D у тебя перед глазами разворачивается. А потом мы поговорили и с Лукасом, и с артистами, и что-то еще как-то сели поужинали с ними. И на следующий день у них съемки, и я как-то там с ними разговариваю, и понимаю, что что-то здесь как бы не то. Знаешь, как в фильме, в триллере каком-то, ты начинаешь потихонечку видеть какие-то мелочи, которые тебя прям реально наводят на мысль, что здесь все, блин, нечисто. То есть порнография, это, у этого, конечно, есть даунсайд. И как бы вот то, что ночь в стиле Буги, правильное очень кино, потому что, при том, что это выглядит на первый очень поверхностный взгляд, как какая-то реализация твоих животных сокровенных вожделений, на самом деле это немножечко сбывшийся кошмар, потому что, конечно, есть такая вещь, как сексуальная аддикция, и, конечно, люди, которые бесконечно в кадре работают, и там, конечно, есть препараты. Ну, в общем, там это очень серая зона и с легальной точки зрения, и морально не бывает людей, которые много лет в порнографии остаются обычными людьми. Че-то там прям сложное происходит в голове, и это ты начинаешь замечать, и это производит плохое впечатление. Но про это надо снимать что-то более серьезное. Я еще как бы, там, мы поговорили с Лукасом час-два, потом еще на следующий день, и стало понятно, что просто как интервью это выпускать, ну, я просто не имею права, что он где-то привирает, где-то он хочет казаться самому себе другим человеком, и все это требует другого еще взгляда, третьего мнения, интервью с теми же артистами, и большего бэкграунда. Короче, про порнографию это важная тема. То есть мы можем ее не любить, мы ее можем презирать, мы можем как бы говорить, что порнуха это типа для больных людей сделана больными людьми. Мы можем иметь любое мнение, но мы не можем говорить, что это не важно. Потому что, блин, 70% мирового трафика, это не Википедия и не Нетфликс, это порево, понимаешь? И это гигантские деньги, несравнимые с тем, что мы делаем. Абсолютно. Да. Но учитывая, я писала материал о том, куда это все движется, как люди разрабатывают реально всю вот эту плевенскую историю с невероятными и дилда, и искусственными вагинами, и 3D-очками, и просто нереальным VR-ом, и AR-ом, и как бы, ну, учитывая, что в Японии люди реально перестали заниматься сексом, потому что технологический прогресс сказал, «О, Господи, вы можете не ходить на свидание, ни с кем не знакомиться, никого не знать, вот все, пожалуйста». Мне даже кажется, что учитывая скорость развития химической технологии и цифровых технологий, очень скоро эти ощущения будут гораздо острее, чем реальные. Ну, чем физический контакт мужчины с женщиной, ну, вообще, два живых партнера смогут друг другу дать меньше, чем технологии. И вот это вам наводит ужас. У меня какая-то психолог, какая-то психолог, сексолог сказала, что порно – это стопроцентный успех, потому что ты можешь поменять картинку, выбрать другую, и ты точно знаешь, что ты получишь ровно, как бы, вот то, зачем ты пришел. И тебе никто не откажет. Да, партнер, которого ты видишь первый раз или даже второй раз, совершенно неизвестно, как все получится, к какому успеху, неуспеху это придет, и какие комплексы это у тебя там возродит или породит. Возвращаясь к истории с порно и голыми телами, я помню еще один твой хороший пост в Инстаграме, как будто я только твой Инстаграм читаю сломенями, про то, что людям нужно смириться со своим голым телом, дикпиками, перестать от этого стесняться. Что вообще случилось? Слили мои фотографии. Ну, слушай, это же обычное дело. Люди знакомятся в приложении, и мне кажется, дикпики стали какой-то, ну, чем-то, жестом какого-то хорошего тона. Ну, типа, если ты не готов выслать свой дикпик человеку, который тебе понравился, с тобой что-то не так. Ну, как бы, что тебе стесняться, если, как бы, у тебя все нормально. Поэтому, и я, конечно, я понимал еще до того, как у меня появилась какая-то моя нано-публичность, что вполне вероятно найдут сумасшедшие, которые захотят выдавать эти фотографии за свои, например, или потом кому-то сливать. Поэтому ничего такого, за что мне было бы стыдно, прям, отвратительно, там нету. Ну, потому что, честно говоря, я довольно скучный человек. У меня нету таких потаенных желаний, которые бы... за которые бы мне было бы действительно стыдно. Меня невозможно снять, даже если бы кто-то хотел снять меня на скрытую камеру, в такой момент, за который я бы потом сгорал от стыда. Я не сгораю от стыда за то, что я занимаюсь сексом иногда. Поэтому... Иногда ключевое слово. Да, и ты знаешь, что с годами все меньше, и мне это так нравится. То есть, наконец, отпустило. Можно уже не бегать все время с вымоченными глазами в поисках спаривания. Да, на самом деле, эта повестка тоже появилась, она мне очень нравится, что люди начали говорить о том, что вся массовая культура навязывает нам концепт, что мы должны постоянно хотеть секса, стремиться заниматься сексом. То есть, секс должен постоянно присутствовать... Это пипец. Вот эти дети, 20, там, не знаю, 22-5-летние, я обратил внимание, ну, то есть, когда я сходил на четвертое подряд свидание с человеком 25, кажется, лет, который сказал, ой, секс, это вообще не про меня. Я понял, что это поколенческая штука. Мы сейчас с тобой подбираемся, мне кажется, к еще одному часу разговора, но я, на самом деле, довольно много, когда еще училась на журфаке, смотрела на поколенческие теории, и получается, что как бы мы еще отказываемся от секса, потому что у нас еще есть вот этот момент зарабатывания денег, карьеры. Ну, то есть, у нас 25 лет, у всех практически такое, я должен построить карьеру, заработать денег, купить квартиру, купить машину, это еще осталось. А вот у ребят, я много общаюсь с тиктокерами, которым там 17 до 20 лет. Вот это уже люди, которые отказываются от секса не потому, что они устали, а потому что это не прикольно. Ну, то есть, им просто не кажется, что это фан, что это как-то интересно. Это, на самом деле, нас возвращает к разговору про кибертехнологии, потому что, будем откровенны, это конкуренция за твое время и за твой мозг между сексом и соцсетями. И когда человек получает больше кайфа от того, что видит лайки под своим постом, и он от этого кончает, а не от того, что он занимается сексом, это, ну, как бы, это же реальность, и мы про это видели недавно, большое кино на Нетфликсе, что, в общем-то, люди подсаживаются на соцсети сегодня сильнее, чем мы подсаживались на наркотики или секс. Давай, чтобы плавно подойти к какой-то хорошей концовке, расскажи, какие у тебя ближайшие планы. Нет, ну, просто нехорошая сейчас концовка будет. Нет, ну что, про главный план я тебе рассказал. Я придумал, что я хочу снимать про разные города и разных людей. Это важный план. Есть у тебя желание делать больше аспект на Россию? Сейчас понятно, что ты начал снимать российских героев, но, например, делать в том числе и про жизнь в России, и больше про... Ну, вот, да, про эти разные такие альтернативные комьюнити в разных местах, потому что я родился и первые 18-19 лет своей жизни прожил в Иркутске. И я хорошо понимаю, что жизнь за пределами Садового кольца не просто есть, она гораздо важнее жизни внутри Садового кольца. Поэтому мне очень интересно. И я ужасно люблю путешествовать по Матушке России. Мне нравится. Я там много где побывал и хочу туда приехать с камерой. Вот. Наверняка вся эта история, как мне кажется, не суперлегкомонетизируемая. На позитивной ноте решила закончить. Спасибо тебе большое. Слушай, на самом деле, для меня это загадка. Это ужасно, потому что я, когда те, кто осмелились дать рекламу у меня в канале, они в хорошем смысле охреневают от конверсий, потому что моя аудитория, она, во-первых, вся очень живая, там нет ни одного купленного подписчика, а во-вторых, она суперлояльная, потому что для них этот контент, это одушина, это единственное место, где они видят то, с чем они себя очень ассоциируют. Поэтому если я проверив на себе что-то начинаю рекламировать, они верят, что это реально будет работать для них, это вполне логично, поэтому у меня роскошная воронка. И, короче, я все эти плюсы такой выношу в спонсорскую презентацию, а они такие, ой, а зачем вот это все выпячивать? И мы возвращаемся к абсолютно классическому, что, а почему гомосексуалам постоянно надо говорить о том, что они геи? Да, действительно, почему же? Да, и думаешь, вот как-то уже закончились аргументы. Нет, у меня аргументы не заканчиваются. Давай, три главных. Вот, хорошая концовка. Почему, почему вся эта повестка должна существовать? Почему ее все еще не слишком много? Как очень любят говорить о том, что, ой, да везде они геи. Вот почему говорить об этом нужно? Потому что до сих пор общество не принимает ЛГБТ-людей до конца. И ЛГБТ-люди не стали до сих пор абсолютно равноправными членами этого общества. Чтобы они ими стали. Сам этот вопрос, зачем, он доказывает, что есть такая проблема. Потому что, если бы ее не было, то не пришло бы в голову, почему мы, никому не приходит в голову, почему мы каждый день видим, как целуются парень с девушкой на эскалаторе. Но когда начинают много видеть геев, кругом геи, кругом. Нет, ну, это должно стать такой же нормой, такой же серой частью повседневной нашей серой действительности, как любая другая. тогда, когда даже такой вопрос не будет возникать, почему их так много, тогда можно сворачиваться и переходить к обсуждению других важных проблем. Спасибо тебе большое, Карен, что ты к нам сегодня пришел. Я очень рада всегда тому, как ты супероткрыто вообще отвечаешь на любые вопросы. И я надеюсь, что со временем у нас будет больше людей, которые готовы об этом всем говорить, не боясь всяких стигм, стереотипов. Yeah! Спасибо большое! Спасибо!